В эфире информационный влог Доброе утро, Таллин. У нас сегодня в гостях президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы, Валентин Эльбек. Здравствуйте. Здравствуйте. В замке Фалии, в Центре русской культуры, впервые проходят уникальные выставки из частной коллекции Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы, посвященные российским императорам. Скажите, а кто такой был Карл Булла? Ну, вообще, это Карл Булла, наверное, основоположник российской русской репортажной фотографии. Именно он является основоположником, основателем фоторепортажа. Это первый фотограф, который с камеры в руках вышел на свободную съемку городских, исторических, сюжетных моментов жизни нашего города, нашей России. Его даже называют отцом российского фоторепортажа. Да, мы его называем отцом российского фоторепортажа. Ему посвятили последнюю монографию, которую так и назвали «Отец российского фоторепортажа». Почему именно о нем? Потому что, проанализировав целый пласт фотографов, работающих в это время, в конце столетия в Петербурге, мы пришли к выводу, что именно он занимался именно репортажной журналистской фотографией. Им снято огромное количество разных сторон жизни города. Это и от царских особ, это от великих людей России того периода времени, это съемка архитектурных памятников, сооружений, строений города, это простой рабочий люд, это события, которые происходили в городе. В городе, в частности, именно он снимал, проводил съемку и крушение поездов, и возникновение пожаров, и мощение тротуаров, и быт ночлежек Петербурга. То есть, это человек абсолютно журналистских наклонностей. Скажите, вот у вас в руках фотографии. Вообще, что из его работы будет представлено в Таллине и в Кейлайо? Ну, вы правильно сказали, начиная нашу сегодняшнюю встречу, что мы привезли две выставки. Одна тематическая выставка в замке Фаль, она действительно отражает историю жизни семьи Романовых, связанной непосредственно с Эстонией. Потому что Була снимал в Эстонии, много работал с Эстонией, и последние 11 лет жизни провел в Эстонии. Ведь он женился на Эстонке, которая работала у него в салоне. В 2018 году запросил возможность поехать. Да, он имел здесь недвижимость в Эстонии, запросил возможность и разрешение поехать на остров Сареми, для того, чтобы проверить якобы наличие своего недвижимого имущества. Ну, и там задержался, и уже практически в Россию не вернулся. То есть там он был похоронен, и именно на Сарема вы сейчас восстанавливаете памятник его могиле? Завтра мы выезжаем туда, мы восстановили ему надгробие, привели в порядок всю могилу, поставили новый саркофаг, увековечили его память. И я думаю, что это, наверное, одна из основных целей, ради которых мы приехали в замечательную страну Эстонии. А еще, помимо всего прочего, вы занимаетесь народной дипломатией, и как раз-таки очень помогали ста островитянам приехать в Петербург в рамках большой акции «Тысячи эстонцев в Санкт-Петербурге». Почему для вас это важно? Ну, во-первых, я могу сказать, что вообще по специальности я врач, и с Эстонией у меня были связаны очень приятные молодые годы, потому что Эстония для нас была очень приятным регионом, куда мы любили ездить и отдыхать. И когда мне генеральный консул Эстонии предложил поучаствовать в этом, да еще принять людей, приехавших с острова, где последние годы жизни провел Карл Карлович, конечно, мы откликнулись на это событие и приняли участие, и принимали хор, мужской хор острова, и они исполняли у нас традиционные свои песни, и вообще вечер прошел блестяще, мы остались большими-большими друзьями с этим островом, и завтра, я думаю, что эта дружба наша продолжится. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию, а мне остается напомнить телезрителям, что сегодня у нас в гостях был Валентин Эльбек, президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы.